здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема долгожданная картошка ой погода такая что уже не знаю когда мы ее посадим но вот 24 25 26 вроде как весы вроде как хороший знак вроде как погода там ничего но если даже погода уже будет плохой пожалуйста поторопите события иначе нам счастья не увидеть значит картошка она же мы же без нее никак понимаете поэтому надо подготовиться у нас еще есть пара дней надо подготовиться как следует что надо сделать я начну с самого начала я надеюсь что месяца назад хотя бы полтора вы вытащили ее из подвала одну неделю семь дней подержали на ярком солнышке а потом опрыскав ее микроэлементами вы ее очень счастливо убрали в темное прохладное место для того чтобы она прорастала дальше я вам объясняла почему так почему нельзя все время на свету проращивать картошку и доставая ее каждые семь дней вы должны были опрыскивать клубни для того чтобы они у вас ну получили тот заряд те вещества которые крайне необходимы для прорастания картофеля и для обрастания его корневой системы и для того чтобы он вышел наружу и для того чтобы он был готов к плодоношению у картофеля как это ни странно да не у всех растений есть корни два вида как у картофеля у него одни столоны и так называемые столоновые корни белые такие шнурки иногда толстые а вторые мочковатые корни на столоновых корнях завязываются картофелины а мочковатые корни это те которые картофели кормят и вот эти вот знаете подземные крысы вот очень умные интеллекта просто хоть отбавляй они съедают картофель со столоновых корней очень аккуратно и снимая не трогая мочковатые а мы наивные даже не можем понять что там картошки хуже нет стоит куст зелененький растет себе на счастье хозяйки а картошку съела крыса но это как бы другой вопрос смотрите что нужно сделать ну за пару дней раньше нельзя за пару дней это я бы рекомендовала все-таки в день посадки это сделать вот картофель как куриное яйцо я бы хотела чтобы он был размером как два куриных яйца но в этом году к сожалению ну проблема с посадочным материалом только участников вот это картофель гала почему выбран он он достаточно вкусный у него 16 процентов крахмала и его урожай на 700 центнеров с гектара все остальные картофели и родриго и ваша адрета любимейшая и так далее и тому подобное мало очень видов картофеля которые соответствуют этой норме 700 центнеров с гектара то есть он очень урожайный картофель он считается не скороспелом а нам 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 среднеспелом скажем так у него 60 75 80 суток но в разных местах по разному характеристика я считаю что 75 80 суток срок его созревания от посадки внимание до выкопки посадку делаем в знак который не влажный в данном случае это будут весы 24 25 26 мая дальше ну нет там где холодно на таёшке на комарчаге можно и в июне только выберите знак все-таки не влажный чтобы он хорошо потом хранился что нам надо сделать в день но я всегда предпочитаю день посадки разрезать картофель для того чтобы увеличить количество посадочного материала а еще чтобы этот картофель сбросил на иммунном уровне болезни которыми он обладает на данный момент очень хотелось бы чтобы вы меня услышали выбирая картофель но если вы даже просохать или все на свете как я то выбирая на рынке картофель на посадку обратите внимание на количество глазков пожалуйста посчитайте их раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 ну практически 12 а на макушке его основное до количество а тут их очень много и каждый глазок это же не один не одна веточка это количество но это целая ботвища у картофеля главное чтобы вы это понимали как его разрезать ну можно поперек а можно вдоль так чтобы на каждой стороне было по два три глазка этого достаточно для того чтобы получить полноценный куст картофеля и я режу внимание я режу так чтобы не нарушить ничего у этих глазков и все-таки смотрите раз два три 4 5 на одной стороне и раз два три здесь 4 5 6 7 на другой стороне посмотрите какой красавец гала просто красавец я не знаю то она это может быть он но нам без разницы желтомясый белокожий это не желтокожий это белокожий значит очень урожайный глазки поверхностные выбирая картофель вы должны об этом подумать тоже а теперь разрезов положите его на солнышко чтобы весь сок картофель а высох зачем ну для того чтобы не рянулся на него на этот картофель разрезанный проволочник скачками крупными а и для того чтобы все-таки посадочный материал вы увеличили дело в том что вы картофель будете высаживать вот так как я скажу и нечего там головами мотать знаю я вас сейчас напридумывайте себе а на 5 метров друг от друга смотрите вот так вот это ширина штыка лопаты вот так в ряду вот так следующая картошка вот так а вот междурядье должно быть не менее 90 сантиметров и представьте себе что после посадки вы не имеете права ходить вокруг картофеля только по центру между рядами у вас среды будут вот вот я только руки раздвину вы даже не увидите картошки 90 сантиметров практически вот это метр вот 90 пожалуйста ну сделайте как я прошу и ходить только посрединке потому что как только выступить и около картошки вы тут же потеряете 25 процентов урожая ну послушайте меня вы же все сделали для того чтобы ну такую работу огромную чтобы у вас урожай был хороший но сейчас то уже не напакостите себе сами вот на этом я хочу закончить сегодня а следующий сюжет на завтра будет обязательно про картофель как его все-таки правильно посадить и что внести в почву вы же норовите все в лунку запихать я вам покажу как не навредить картофелю а